Мы переходим на мета-уровень. Скажите, кто из вас когда-либо участвовал в каких-либо развивающих программах, акселерационных, инкубационных, в программе поддержки вашего проекта? Кто испытал серьезное развитие в результате подобной программы? Ну, если она привела к какому-то серьезному развитию, это безусловно считается. Итак, сегодня мы переходим на мета-уровень, потому что действительно мы поговорим не только как быть активистами, некоммерческими организациями, социальными предпринимателями, филтех-стартаперами, городскими активистами, но и как, собственно, создавать экосистему для появления всех этих прекрасных людей. И у нас сегодня удивительный состав. Мне кажется, во многом эта дискуссия будет уникальна, потому что я, по крайней мере, не видел подобные. Может быть, недостаточно смотрел. Мы сегодня будем обсуждать про дизайн инкубационных и акселерационных программ. Как их сделать лучше? Потому что третий сектор, как любой, как и первый, как и второй, это некий социальный конструкт. Он появился в результате сознательной работы людей, сознательного обсуждения. И, скажем так, это не то, что появляется просто из природы. Хотя, и мы знаем, и природа тоже не случайно появляется. Ну, я имею в виду… Ладно, не буду уходить в это. И мы начнем. У нас сегодня есть пять представителей. Я, наверное, здесь представлю. И начнем, наверное, с Елены Темичевой, директора по коммуникациям Богосфера. С нами Мария Середа, директор программ в Пражском гражданском центре. Алена Светушкова, вице-президент рыбаков фонда, руководитель филтех-акселератора. Яна Осипенко, руководитель Social Impact Award. У нас здесь практически полный спектр программ, которые действуют в России. Это очень здорово. Ой, прошу прощения, Виталий. Я извиняюсь. Разумеется, Виталий Крутицкий, Human Rights Incubator. Инкубатор прав человека. Извиняюсь. И действительно, у нас практически весь спектр представлен. И я хотел бы начать наш разговор. У нас есть несколько вопросов, которые, как мне кажется, и как нам всем кажется, было бы интересно обсудить. И потом, разумеется, будет время для вопросов из зала. И давайте начнем с Елены Темичевой. Вот, Елена, расскажите, пожалуйста, про вашу акселерационную программу. И, собственно, помимо этого, расскажите вообще, какие ожидания у НКО от акселерационных и инкубационных программ. И вообще, насколько они справедливые, некорректные, насколько они заниженные, завышенные. Ожидание. Ожидание. Вот что значит, в общем, да. Раз. Да. Что вредит, точно никогда не вредит инкубационной программе. И что является главным фактором, вот те 20%, которые дают 80% качества. Ух, много всего сразу. Давайте начнем, наверное, действительно с пары слов о программе, которая есть в благосфере. А потом Алексей может напомнить тот список вопросов, которые он озвучил. А я, соответственно, на него как-то среагирую. Благосфера — это общественный центр и креативное пространство, некоммерческая организация, которая находится в Москве. И создана она, прежде всего, для вовлечения граждан, как граждан физических лиц, так и различных активных групп, волонтерских групп, в социальную активность и благотворительность. Центр, который сравнительно недавно существует, но одной из первых наших программ. Потому что, конечно, куда мы будем вовлекать граждан, куда мы будем предлагать приходить горожанам, если у нас с той стороны проекты некоммерческие и некоммерческие организации не будут к этому готовы. Вот поэтому одна из первых программ, которая запустилась в принципе в благосфере, — это наш акселератор. Акселератор социальных проектов. И если в трех словах, как эта программа выглядит, каков ее дизайн, то это мотивационный и обучающий курс для некоммерческих организаций, которые заявляют сначала свои проекты. И вот здесь важно подчеркнуть, что это не идеи, а существующие проекты организации. У организации есть проект. Целью этих проектов должно быть расширение общественной поддержки, укрепление вот той самой аудитории, из которой рождаются сторонники, волонтеры, ну, в конце концов, и жертвователи, и другие люди, которые поддерживают эту программу, эти проекты. И акселератор походит в три этапа. Для начала те проекты, которые отбираются, попадают на общий обучающий курс, где месяц эксперты из некоммерческой сферы, из бизнес-среды, из совершенно разных областей укрепляют знания некоммерческих организаций в области управления, коммуникации, какие-то подкачивают скилзы. Вот все то, что, как нам кажется, в первую очередь необходимо для такого рода проектов. Далее проекты защищают свои обновленные презентации. По результатам образовательного курса они должны сделать какие-то выводы для себя, как можно их проект улучшить и как его представить. И дальше жюри уже решает, кто попадет во второй этап, во второй тур. Там будут только финалисты, которые сначала получают консультации индивидуальные, от экспертов, опираясь на то, что конкретно им нужно в их проекте. А далее их сопровождают менторы. Два ментора, которые тоже в зависимости от целей проекта подбираются уже до момента реализации того задуманного проекта, который в рамках акселератора будет осуществлен. То есть от такого обучения до воплощения проходит курс. В настоящий момент мы находимся в процессе завершения второго сезона и в самом разгаре третьего сезона. Они идут с небольшим нахлёстом. Два акселератора за сезон у нас проходят. Первый пилотный уже завершился. Его выпускниками стали два проекта. Один из них — это проект фонда «Подари любовь миру». Чудесные ребята пришли, которые рассказали о том, что они хотели бы заниматься помощью реабилитации людей с ампутациями посредством такой интересной технологии, как вовлечение их в экстремальные виды спорта. И они в акселераторе запустили проект «Фестиваль «Мне бы в небо» этих людей. Они прыгали с парашютами. Теперь они ещё и дайвингом занимаются, и каратэ. Проект развивается. Это действительно даёт результаты, как говорят специалисты. Мы очень рады, что ребята с помощью этого акселератора смогли сделать. И вторая история — это программа менторства благотворительного фонда «Рекурсия», который работает с выпускниками разных учебных заведений прежде всего Московского государственного университета. И вот как раз они дизайнировали свою мотивацию для своих наставников, собирали базу наставников, в рамках этого акселератора запускались. Вот это то, что у нас сейчас происходит. Теперь, Алексей, давайте напомним и мне, и собравшимся те вопросы, которые вы ставили передо мной. С какими ожиданиями к вам приходят люди, некоммерческие организации? На ваш взгляд, насколько они справедливы, насколько есть мифы какие-то по поводу акселераторных программ? Или наоборот, они просто думают, что они получат деньги и просто какие-то умные советы? Вот это очень справедливые вопросы, очень правильные. Мне кажется, что это одна из историй, которая очень связана вообще с пониманием, что такое акселерация, что такое инкубация. Потому что все-таки, когда мы говорим об инкубации, мы говорим о том, что с нуля, с разработки идеи, рождается какой-то проект, программа, и потом она растится и получается. Акселератор — другая история, это развивается существующая. И вот мне кажется, в этом уже кроется, поскольку у нас даже в составе, который у нас сегодня здесь представлен, получается четыре инкубатора и один акселератор. И нам сложно в этой ситуации, потому что есть некое понимание у большинства заявок, прямо скажем, которые приходят, что здесь вас примут с нуля, у вас еще никакого проекта нет, есть какая-то идея, и обязательно или денег дадут, или решат за нас проблемы. Ну, собственно, продолжают что-то успешно делать в акселераторе, добиваются результатов те, которые вот с такими предубеждениями ну либо сами расстаются, либо изначально не приходят. И тут есть безусловная опасность, потому что, ну, чем это чревато для некоммерческого сектора, как мне кажется, потому что если в конце каждой программы обучающей, развивающей ставить знак равенства, мы вам дадим инвестора, и он приведет у вас денег, то вот мотивация к обучению и к развитию другая. И в том числе какой-то свой собственный вклад в это, он снижается. И вот это, конечно, проблема для такого рода истории. Но при этом с этим можно работать. Хорошая сторона вопроса заключается в том, что с этим нужно работать. Алексей, да, вы спрашивали еще, по-моему, про то, что… Что вот точно не проведет никакой ни акселерационной, ни инкубационной программе? Вот такие вещи, которые одинаково хороши, на твой взгляд. Ну вот, да, знаешь, мы думали над этим не раз, смотрели, что же вот те факторы успеха, которые позволяют этой программе успешно быть, прежде всего, для ее благополучателей, для тех людей, которые получают какие-то невозможности. Есть какой-то набор, который пригодится НКУ всегда. И даже несмотря на то, какого уровня приходят проекты некоммерческие организации, все равно есть всегда вопрос выравнивания знаний по каким-то основным вещам, которые связаны, ну, в нашем случае связаны с коммуникацией, с управлением. Вот такие вот soft skills, какие-то очень правильные штуки, которыми делятся в процессе обучения наши эксперты. Это очень здорово. Второе – это расширение поля для той организации, которая попадает в такую программу. То есть это обязательное знакомство с сферой другой, не только некоммерческой. Мы очень за то, чтобы в процессе этих программ мы привыкли, нам, например, рассказывают, как продвигать некоммерческий проект или как презентовать его. Рассказывают, возможно, наши же собственные коллеги. Нам важно увидеть взгляд со стороны, важно, чтобы организация смогла влиться в какую-то сферу пошире, увидеть другие возможности, сравнить себя с другими организациями. И это действительно дает большое продвижение. Самый важный фактор успеха со стороны самих устроителей таких программ – это жесткий менеджмент в процессе того, как мы работаем с этими самыми проектами. Потому что если нет жесткого менеджмента со стороны организаторов, то все немедленно начинает рассыпаться. Немедленно. Собственно говоря, многие некоммерческие организации идут с таким мотивом в такую программу, что тут-то с нас не слезут, тут-то нам уже не дадут никуда деваться. Если уж мы подписались, у нас есть какие-то задачи и договоренности, тут точно мы выполним то, что мы, может быть, и сами бы могли. Многие говорят, что мы, может быть, и сами бы могли, но если бы вы не выстроились, нас не слезли, не дали нам таких возможностей, ничего бы не было. Есть еще многие факторы, такие менее очевидные, но важные. Но, может быть, мы потом в процессе их затронем. То есть вы такой тренер, который не дает лениться и дожимать последние упражнения. Ну, это невозможно просто в одностороннем порядке. Но именно такое прямо очень жесткое построение акселерационной программы, в принципе, с точки зрения требований, начиная с посещений каких-то занятий, визитов и так далее, и заканчивая там, как это исполняется. Без этого невозможно. Отлично, спасибо. Мария, давайте поговорим с вами. И расскажите, пожалуйста, собственно, какая развивающая программа, я здесь боюсь ошибиться, акселерационная, инкубационная, как вы, собственно, ее позиционируете. Акселерационная программа. Пока не убери, пока. А, не убери. Делай что-нибудь нейтральное, потом расскажу. Что-то нейтральное. Да, я работаю в Пражском гражданском центре и руковожу программой развития инноваций коммуникаций. Мы отличаемся, наверное, от коллег тем, что у нас, собственно, тоже есть инкубационная программа. Они особенности в том, что мы стараемся работать с такими очень хардкорными, в том числе хардкорными темами, которые обычно не дотягиваются других программ. То есть всякие правозащитные инициативы, там, не знаю, права заключенных, мигранты. Это все вот наши сложные темы. И как бы в этом особенно ценность того, что мы делаем. Из-за этого у нас как бы особый подход к выбору партнеров. Мы не можем сказать, что если вы недостаточно самоорганизованы, или не можете написать хорошую заявку, то до свидания, потому что нам приходится работать с теми, кто в этих темах способен что-то делать. Часто это НКО или активисты, у которых есть сложности с какими-то коммуникационными и технологическими вещами. Что мы делаем? Мы, например, поняли, что у всех таких организаций, ну не только таких, у всех гражданских правозащитных организаций есть проблемы с коммуникациями и с поиском адекватного языка, чтобы общаться с своими аудиториями. Это, как правило, 80-страничные доклады мелким шрифтом с версткой в стиле 90-х выложены на сайте для скачивания в PDF. В общем, вот вся вот эта вот, вы знаете, это жуть. С другой стороны, есть специалисты по коммуникациям, которые умеют это делать и которые могут сделать из этого что-нибудь красивое, иллюстрированное, интерактивное, интересное, которые работают в коммерческом секторе, которые хотели бы нарисовать или визуализировать что-то, кроме, не знаю, шампуней и автомобилей, но не знают как, потому что они совершенно, как уже много говорилось сегодня, совершенно другой мир. Вот мы попробовали сделать программу, которая бы эти миры скрестила и которая бы дала коммерческим специалистам возможность визуализировать и рассказать что-то некоммерческое, а активистам найти нормальный язык. Сперва мы просто предложили, ну, нашли несколько организаций, которые, которые есть какой-то запрос, и нашли для них художников, замотивировали их тем, что мы находимся в прекрасном городе Прага, у нас там красиво, как бы к нам художники любят приезжать. И вот мы их спарили в пять команд, художник и активист, и посмотрели, что получится, ну, чтобы художник что-то им дорисовал. Получилось не очень зашибить, потому что, как выяснилось, если хорошего активиста скрестить с хорошим художником, не получается хороший проект, получается либо хорошая ссора, либо какой-нибудь странный проект, ушедший в ту или другую сторону. Тогда мы подумали, что можно добавить в эту историю продюсера, то есть человека, который, с одной стороны, может понять, что нужно активисту, с другой стороны, понять, что может, хочет, умеет художник, и, с третьей стороны, не забывать про целевую аудиторию, что ей надо, чем она интересуется, на каком языке она говорит, какими каналами пользуется. Когда мы добавили в эту кашу продюсеров, а это, как правило, либо какие-то медийные проекты, специалисты из проектов типа «Такие дела», которые умеют такие штуки делать, либо это маркетологи, какие-нибудь сотрудники рекламных агентств, либо просто очень опытное НКО. Когда мы добавили в эти команды продюсеров, качество проектов выросло в разы. А, собственно, устроено все это так, что мы собираем эти команды на четырехдневную мастерскую в Праге, они под нашим руководством пошагово придумывают вот эти концепции этих визуальных продуктов, и потом у нас есть два формата. Либо мы даем небольшие гранты на реализацию проектов, которые получились в хорошем, достойном виде, либо мы просто оставляем художника на полуторамесячную резиденцию в Праге, что мы им не платим, но мы обеспечиваем его квартирой и деньгами на карманные расходы, чтобы он вот эту штуку дорисовал и закончил. Вот, в принципе, эта схема работает неплохо, с ней есть вообще куча разных всяких проблем. Ну, вот, Леш, покажи вот теперь вот этот проект. А, я забыла сказать, что мы, собственно, работаем со всем постсоветским пространством, исключая Прибалтику, поэтому вот проект кыргызский, это плод сотрудничества, вот, к сожалению, он плохо подгружается, но здесь уже интернет. Ну, в общем, это такой большой, иллюстрированный, кликабельный лонгрид, это продукт сотрудничества одной НКО, которая занимается мониторингом госзакупок в Кыргызстане, независимого СМИ кыргызского клуб КГ и шикарного иллюстратора из Узбекистана, который, собственно, сделал такой вот очень длинный лонгрид про то, как в Кыргызстане на китайские кредиты строятся дороги, которые, значит, потом рушат через два дня, а Кыргызстан проваливается в долговую яму, а там шла такая жуткая история, при которой Кыргызстан теряет свой суверенитет и мущество. В общем, там жутчайшая коррупционная история, и все это вот в таком кликабельном виде, там есть такие видео, двигающиеся детали, звуки, и все это не работает на фиговом интернете, но зато есть в мобильной версии. Вот. На этом проекте понятно, какие вообще сложности возникают с нашей программой, вот этим, не знаю, что это, наверное, инкубатор. Первое, мне очень было утешительно слышать, что говорит Лена про то, что без жесткого менеджмента невозможно все это сделать, потому что у нас то же самое. То есть этот проект, да, и должна признаться, что процент законченных проектов наших мастерских, это, я думаю, что процентов 20. Остальные где-то умирают на полпути или бесконечно ждут своего запуска, там уже вот типа год есть, как у нас проекты, которые должны вот-вот запуститься. И да, вот с проектом Яма просто была такая история, что это наши сотрудники просто очень долго, интенсивно, старательно напоминали, организовывали, слали, ругались в мессенджерах и прочее, чтобы он случился. Вот, и это сложность. Еще одна сложность, что очень часто на наших мастерских организации придумывают очень красивые упаковки для очень фигово работающих сервисов. Например, это такая супер зашибись анимация, у нас часто бывают аниматоры, прекрасный анимационный ролик, рекламирующий сервис, который тухло работает, и люди приходят, радостно кликают, ничего не получается. Или еще очень часто бывает, что это нормальный работающий сервис, но абсолютно не встроенный в стратегию организации. То есть человек вдохновился какой-то идеей, что-то такое прекрасное напилился, сконструировал, это вообще никак не вписано в стратегию организации. Поэтому сейчас у нас задача придумать какой-то цикл мастерских, вот таких инкубационных, на которых бы организации не только бы какой-то делали красивую упаковку для чего-то, не только бы допиливали сервисы, но еще и как-то продумывали общую стратегическую какую-то свою историю, понимали, зачем они этот сервис создают и куда он будет встроен. И это сложно. Вот. Спасибо большое, очень интересно. Но на твой взгляд, что вы самое важное несете своими программами? Это вот экспертиза, стимул, то, что они находятся в замкнутом пространстве, никуда не могут оттуда выбраться, то, что они находятся в сообществе с какими-то тренерами, к которым они вообще никогда бы не получили доступа, вот, или с коллегами, которых поддерживают, или так мягко конкурируют. Что, где самая главная добавочная стоимость, вот, например, у ваших программ, как тебе кажется, помимо жесткой дисциплины, мы это уже поняли, что-то никому не вредит. Ну вот да, мне кажется, это эффект волшебного пенделя, он такой вообще очень важный в инкубационных программах. Мне кажется, еще просто эффект выделенного времени важен. То есть люди, как правило, находятся в рутине, они занимаются кучей текущих, очень важных задач, и там не очень остается много времени на инновации. Поэтому, если вы их вывозите, во-первых, на четыре дня, куда-то вырываетесь в контекст и говорите, вот сейчас давайте все, отбросим вашу рутину, давайте генерировать идеи про то, что вы никогда не делали. Делали что-то по-новому, это помогает. Еще мне, честно говоря, кажется, что многие некоммерческие организации, активисты просто не могут представить, что иллюстратор, который работает с Forbes, вообще готов рисовать их сирот, или их дороги, или их коррупцию. И когда они просто видят его вживую, они понимают, окей, оказывается, моя тема настолько крутая и актуальна, что с ними должны и могут, и хотят работать лучше специалисты. Мне кажется, это то, что может останавливать людей, чтобы они, почему они сами не могут пойти и просто вдохновить этого специалиста, чтобы он что-то для них сделал. Но что меня волнует в вопросе об полезности программ, такая уникальная дилемма. Если говорить, что цель такой инкубационной мастерской это произвести качественные проекты, то да, это оправданно, что мы менеджерируем участников, что мы всех пинаем, что мы вдохновляем, что мы за шкирку ведем, что мы ошибки исправляем, что мы прям вот так вот все делаем, чтобы в итоге получилось что-то клевенькое. Если говорить, что наша главная полезность это усиление организаций, то с этой точки зрения может быть полезно, чтобы они качественно облажались в этой программе. С этой точки зрения, наверное, важно, чтобы они, допустим, пропустили дедлайны, чтобы все не получилось, чтобы на них обиделся художник, ушел, сказал, не хотим с вами работать, и это было качественно отрефлексировано, потому что тогда организация, видимо, возможно, получает ценный опыт. Мне бы вообще интересно было бы еще потом поговорить с залом на эту тему, что полезнее сделать за организацию в рамках инкубатора или дать организации качественно ошибиться. Научиться учиться, да? И здесь, наверное, как раз мы переходим к следующему вопросу и к следующему докладчику. Мы увидели и услышали много про филтех, стартапы. Алена, вот расскажите, как, на ваш взгляд, должна выглядеть интервенция в работу как начинающего проекта, так и уже живущего? То есть, насколько мы должны здесь быть хирургом, насколько психоаналитиком, что мы должны с проектами сделать, чтобы действительно с ними что-то хорошее, улучшающее происходило? Я искренне считаю, что ничего. Я как предприниматель с очень большим стажем, я считаю, что ты либо встаешь в эту позицию и находишься в ней, и берешь ответственность за все, что ты делаешь, все, что тебя окружает. Ты используешь те ресурсы, которые есть. Или нет. Ну, то есть, соответственно, почему, например, в нашей акселерационной программе у нас нет даже желания взять и тащить команду до конца. То есть у нас там есть определенные временные отсечки, когда команде говорят до свидания. вы не доказали тем, как вы развивали сейчас свой стартап, вы не доказали желание развиваться. И в этом плане, конечно, это отличается, потому что мы действительно берем организации на... Это технологические социальные стартапы, это организация, это не проекты внутри организации. И разговор идет о том, что ты либо хочешь отдать сейчас, ну, всю свою жизнь на то, чтобы это было большим делом, или нет. Поэтому, возможно, здесь разные просто... Все хорошо. Ну, то есть, должны быть разные программы поддержки и на разных этапах и либо организациям, либо проектам, вырастающим внутри организаций, либо, как вот мы сейчас слышали, пример коммуникации нескольких даже организаций. И, как мне кажется, что чем разнообразнее эта экосистема, тем мы получим больше импакт от всего. и просто надо развивать и надеяться на то, что у нас еще появится 15, 20, 30 таких очень разных программ. Где-то приходят инвесторы, где-то не приходят, где-то дают гранты, где-то сами платят. То есть, мы, кажется, еще не достигли той степени разнообразия, после которой мы могли бы говорить, так, вот этих должно быть поменьше, а вот этих побольше. Вот такая моя логика. Ну, вот из того, что вы сказали, я понял, что, наверное, слишком много внимания вредит, по крайней мере, в вашей концепции. У вас очень конкурентная такая, что, соответственно, если сами они не могли, не показали способность, значит, наверное… Это все вопрос устойчивости. То есть, мы предполагаем, что должно на рынке появиться огромное количество такого гибридного типа организаций, которые в основе своей имеют social impact, но умеют и знают, как привлекать средства, в том числе за счет частичной монетизации. поэтому если этой устойчивой модели нет, тогда действительно ты сразу становишься, знаете, как маленькое деревце на ветру. То есть, ветер падал в одну сторону, наклонился, то есть, сегодня год волонтера, давайте мы будем думать про волонтеров, завтра год, не знаю, бездомных, мы будем менять концепцию своей организации в ту сторону. для того, чтобы получить гранты или как-то из мерцающего НКО перейти в устойчивую организацию. Поэтому эта задача очень сложная, и мы немного просто сдвинули, знаете, вот как движок на панели, мы немножко сдвинули ее в сторону такого большего соединения профита и нон-профита. Ну да, или можно стать деревцем на ветру, а можно как в стихотворении карликовой березой. А вот скажите, когда, вот, окей, с вниманием примерно понятно, а вот деньги, да, вот, когда совсем лучше без денег, когда нужны деньги реально, потому что иначе вся бизнес-модель основана на каких-то серьезных вливаниях. Вот, очень интересно, у вас, наверное, такая вместе с Social Impact Award, здесь как раз у нас разделилась примерно на более близкие к НКО из спектра, более близкие к предпринимательству. Вот, на ваш взгляд, как вопрос с деньгами обстоит? Портят деньги предпринимателей, стартаперов, филтехпроекты? Нет, есть две истории по этому поводу. Одно, вернее, даже не история, а высказывание, высказывание одного из бизнесовых очень моих друзей, который создавал технопарк в Новосибирске, а сейчас работает в одной команде стартапа, которая развивается в Силиконовой долине. Он, кстати, предлагает нам прочитать лекцию для наших стартапов о том, почему иногда деньги инвестора вредят стартапам. то есть иногда полезнее не взять деньги, чем взять и понять, что ты с ними можешь не справиться. Но на самом деле я хотела чуть больше рассказать историю, которая произошла с одним из наших стартапов. мы действительно фонд развивался до этого как инкубатор. То есть то, о чем я рассказываю, филтех акселератор, это внешняя такая наша конструкция инфраструктурная. А сам фонд на протяжении двух лет внутри инкубировал около 20 социальных стартапов. и некоторые из них уже вышли за пределы фонда и развиваются как самостоятельные организации. Вот вчера у нас была такая открытая встреча всех сотрудников фонда и к нам пришел один из руководителей такого вышедшего стартапа. Это действительно они даже больше в бизнес модели уходили. И он рассказал, почему выход из фонда из таких абсолютно тепличных условий с бюджетированием, с бэк-офисом прекрасным, яблоками и кофе оказался ну он сказал, что если бы я понимал, как это вредит нам, мы бы вышли раньше. потому что на самом деле есть некая иллюзия, что в тепличных условиях ты можешь правильно развиваться. Соответственно, только такой хороший голод заставил их многое отсечь, понять, на чем надо сфокусироваться, убрать все лишнее, стать быстрее минимизировать свои расходы, дополнить какие-то необходимые сервисы. То есть выйдя за пределы фонда, они стали себя чувствовать лучше, команда сплоченнее и дай бог им долгой деятельности. Отличный. Последний вопрос, Алена, скажите, это хороший пример, на них вызов и ответ. Все по книге Toynbee, они получили вызов, смогли с ним справиться. Скажите, по вашему опыту, какие бывают траектории, скажем так, филтех, например, в данном случае стартапов, после окончания инкубационной программы, какое-то соотношение. Известное венчурное правило говорит, что вот из 10 стартапов выживает один, вот 9, видимо, либо вообще уходят из области, еще что-то проваливаются и так далее. Вот, ну, это, мне кажется, слишком упрощенной картиной. На ваш взгляд, как это выглядит у вас? Хороший вопрос. Мне кажется, что в России просто пока не накоплено нужных цифр, чтобы подтверждать или опровергнуть данную гипотезу. Я надеюсь, что с этого года фонд стал членом Европейской Ассоциации Венчурных Филантропов. Мне очень хочется, чтобы мы первое поняли, что такое венчурные филантропы все, чуть больше на наших российских кейсах. Вот, и импакт-инвесторы. Потом посмотрели, какое количество есть с одной стороны стартапов, готовых развиваться по такой модели, инвесторов и филантропов, готовых давать деньги не донейшенов именно в такой модели, а потом уже собрать цифры и сказать, как эта теория подтверждается или нет. это все сложнее. Мы только-только приступаем к тому, чтобы понять, сколько в России вообще людей, которые могут называть себя импакт-инвесторами и венчурными филантропами. Это два разных понятия. Поэтому кажется, что я еще не смогу дать ответ корректный. Понятно. Спасибо большое, коллеги. Если у кого-то есть ответы как раз по поводу траектории, мне кажется, это очень интересный вопрос для всех. Мы все проводим в те или иные развивающие программы. Можем как-то или все-таки тоже, как и у Алены, недостаточно у нас данных? У меня единственное есть опыт самого фонда и основателя. Мы заключили две такие сделки по модели венчурной филантропии, вторая больше похожа на импакт инвестинг. Все хорошо пока. Но мы ждем, как эти команды выйдут ли они на вторые раунды инвестиционные или они привлекут какие-то гранты по формату некоммерческих организаций. Для нас самих это очень интересное наблюдение, экспириенс такой. Отлично, спасибо. Если есть какие-то ответы конкретно поэтому, если нет, то переходим к следующему участнику. Виталий Крутицкий, координатор второй серии инкубатора прав человека. Я вот расскажу тоже сам ментор как раз в этом инкубаторе и здесь наверное по крайней мере вижу это со стороны ментора. Виталий, скажи, пожалуйста, как и во всем, во всех других процессах конфликты неизбежны. Вообще сталкивались ли вы с какими-то конфликтами между участниками внутри команды, между участниками и соответственно самим инкубатором. Как вы их решаете? Что для вас, например, когда вы действительно говорите, что вот мы вас отсекаем, вы чего-то не сделали, или вы там полностью не соответствуете и это понимаете уже в середине программы, когда решаете все-таки работать? У вас более конкурентная среда, когда вы можете сказать нет, или как у Марии, когда действительно ситуация не настолько располагает к тому, чтобы слишком уж быть выборочным? Вы могли бы ну и в целом расскажите безусловно про специфику вашего инкубатора. Ну вы сами свидетели этого всего развития. У нас второй сезон проходит в первом сезоне было 13 проектов, во втором сезоне 12 проектов. За все время из 25 проектов у нас отказалось полностью сошел с программой «Один проект». Мы выбрали такую тактику, что они сами по своей инициативе признали, что они не могут продолжать с нами сотрудничество. Но это был достаточно сложный для нас момент. И в дальнейшем мы стремимся к тому, чтобы это было какое-то обоюдное решение. Виталий, я прошу прощения. Я знаю, чем вы занимаетесь. Наши коллеги не всегда знают. Вы могли бы рассказать, какие проекты к вам приходят. У меня была презентация, не получится запутить, да? Значит, проект Human Rights Incubator реализуется на грант Европейской комиссии и является продолжением проекта ОВД-Инфо, который сегодня презентовался. Основатель ОВД-Инфо, один из основателей Григорий Ахосин основал наш инкубатор. И в свою очередь ОВД-Инфо базируется на базе правозащитного центра мемориал, который является продолжением старейшей в России НКО международного мемориала, которого мы слышали. Наша программа более свободная, чем те программы, возможно, которые мы сегодня слышали. Мне было немножко приятно слышать, что тоже есть проблемы с коммуникациями проектов. Понятно, что правозащитные проекты своя специфика. Приятно слышать, что вопросы по дисциплине проектов тоже имеют место быть. Но у нас более свободная такая политика. Первым словом мы вообще давали полную свободу. И у нас были рамки только связанные с тем, что был воркшоп в начале вступительный и завершительный через год воркшоп, где проекты во многом презентовали свои проекты. Заключительный воркшоп, где проекты показывали свои результаты. И между ними были такие сессии раз в месяц с координаторами инкубатора, где мы выслушивали, что они делают и что получается, что не получается. В втором сезоне мы сделали более жесткую рамку и продвигаем еще более активно систему Scrum, такую гибкую методологию. Основная сложность заключается в том, что при подаче заявки у проектов есть какой-то уже свой сценарий и сложно их выбрать и сложно донести и до жюри и до заявителей простые, казалось бы, моменты, что проект у нас правозащитный и что у нас инкубатор. Это не всегда понятно. Людям кажется, что инкубатор это фонд и это не значит, что они будут учиться. Маме приходится доносить и с этим приходится работать. И в своей работе мы пытаемся получить от них какие-то ранние результаты и ранние проблемы и донести на них идею необходимости общения с аудиторией. Это сложно донести. Люди не понимают, что нужно общаться с аудиторией, нужно корректировать проекты по обратной связи. и это очень большая часть того, чему мы обучаем. Спасибо большое за презентацию. Наша основная идея в том, что мы передаем тот опыт, который накопил в какой-то степени мемориал и ОВД-Инфо и все люди, которые с этим связаны. Это поддержка низовых инициатив. Мы стремимся выявить именно инициативы, именно низовые, именно в самом начале. И это достаточно сложно, потому что есть много опытных грантополучателей, которые очень хорошо пытаются заявки, которые делают такие заявки, которые нравятся жюри и приходится долго объяснять жюри, что это такое, что за этим стоит. Есть много заявок, которых мы сами не знаем и не понимаем, что это такое, поэтому заявки прошедших финал мы общаемся в скайпе и пытаемся выяснить, что это за проект, что это за команда, что за ними стоит. Ну и самое важное это проустойчивость, то, что уже все говорили, такая институализация инициатив, чтобы они не умирали, чтобы они продолжали жить, наша основная задача. Значит, наши проекты правозащитные. Мы стараемся, чтобы они были в сфере свободы слова, свободы собрания, свободы ассоциаций. К сожалению, большинство заявок приходят по верховенству права, потому что практически любую тему можно вывести на верховенство права. Вот такие гражданские свободы для нас как бы на вес золота, и мы в первую очередь, конечно, такие свободы пытаемся, надеемся получить. За два года мы получили 250 заявок, это 25 проектов. Один проект сошел, один проект отложил запуск, но практически готов. 12 проектов в этом году продолжают работать, и мы надеемся на их успех. Более половины проектов — это проекты из регионов, и мы присутствуем в 10 регионах, наши проекты. Больше всего Петербурга, много проектов из Москвы, два проекта из Перми, один из Владивостока, но, в общем, такое большое разнообразие географическое. Ну вот мы видим, что все-таки проекты достаточно самостоятельные, и мы не заинтересованы и не приветствуем такую какую-то жесткую муштру, какой-то жесткий прессинг с нашей стороны, но есть жесткие рамки, жесткие сроки, и мы прописываем формат отчетности, что мы ожидаем от проектов, и тратим время и силы наших экспертов, в том числе Алексея, в том числе проекта временских консультантов, на то, чтобы объяснить, что мы от них хотим, что мы хотим получить, как это получить. То есть после каждого месяца мы понимаем, какие проблемы есть у проектов, и стараемся по этим проектам сделать вебинар и объяснить, как с этим проблемами бороться. Ожидаем мы, в общем-то, для нас самая большая проблема, когда мы изучаем заявку — инкубаторность. Это такая гибкость и готовность проекта слушать и как-то изменяться очень быстро, перестраиваться. Понятно, что есть заявка, есть какой-то план работы по этой заявке, но нам бы хотелось, чтобы это реализовывалось таким образом, как мы предлагаем, чтобы это был именно контакт с аудиторией, чтобы это был ранний выход на какие-то сбои и решение этих проблем, а не то, что мы будем год что-то делать, а потом мы столкнемся с теми же проблемами и скажем, что у нас не получилось. Такое выведение на ранние результаты. Тоже масштабируемость. Важная работа с сообществом, важная работа с командой проекта. Понятно, что проект должен быть актуальным. Наверное, не все я буду рассказывать. Гибкая технология. Мы стараемся, чтобы проекты это понимали и объясняем им, как с этим работать. И сами также работаем в своей команде. У нас есть спринты, мы встречаемся раз в две недели и призываем к этому же проекту, работать в плане, в программе Trello. И наша организация всего процесса инкубаторного, она тоже на это завязана. То есть это через две недели или вебинар, или контрольная точка. Они чередуются, и таким образом выстраивается рамка, по которой проекты настраивают собственную работу. Мы оказываем поддержку по инфраструктуре. Теоретически обычно проекты региональные не запрашивают этого. У нас есть возможность сводить их с юристами, возможность делиться какими-то своими информационными партнерами. Мы считаем важной поддержкой нетворкинг, социальный капитал, находить партнеров для проектов. Часто региональные проекты не знают, что есть какие-то проекты по их тематике или в соседних регионах, или международные. Вот такие пытаемся делать стыковки. И в конце мы выводим их на фандрайзинг, обучаем их, как подавать гранты, как настраивать краудфандинг. Из наших проектов один проект получил премиум Удина. Это пермский проект. Четвертый сектор. Два проекта получили президентские гранты. И мы достаточно этому рады, что продолжается какая-то поддержка. Один проект получил грант Еврокомиссии. Дальше немножко методология пропущу. Скажите, пожалуйста, или еще есть какие-то вещи? Нет, просто иллюстрация, какие у нас проекты. Оренбургский проект — для детей инвалидов, для родителей. Объяснение, как получить образовательные услуги. Такой сделан гид по этим услугам в рамках Оренбургской области. Они дальше могут масштабироваться на всю Россию. Проект из Перми. Это школа для журналистов-расследователей. Предполагалось, что будет школа в рамках, в первую очередь, Перми, но получилось более 700 заявок. И такая школа получилась онлайн на всю Россию и даже на какие-то международные заявки русскоязычные. Проект этого года от цветочки — это ролики про… Из Дагестана проект снимают ролики. Девушки пишут письма родителям про особенности их воспитания, про то, как им было в детстве и как это повлияло на их жизнь. Проект тоже этого сезона. Это врач из Петрозаводска рассказывает юридические аспекты помощи психиатрической. И это бывает полезно и врачам, и пациентам. Проект из Екатеринбурга «Помощь детским домам». Часто детские домы, не знаю, там немножко осталось, как выйти на бухгалтерительные фонды. И вот наш проект помогает состыковать директоров детских домов с бухгалтерительными фондами по конкретным тематикам и истории успеха этого фонда в том, что одному из ребенков, первому ребенку, которому они смогли помочь, при том, что поставлен был слуховой аппарат, очень быстро ребенка взяли в семью. То есть не берут детей, потому что у них есть какие-то такие заболевания, которые, в принципе, лечатся и устраняются. Проект для художников в психоневрологических интернатах. О нем Алексей сегодня затрагивал буквально чуть-чуть. И хотел сказать в завершение, что в начале, когда приходят проекты в инкубатор, у них есть такое ощущение проблемности, что все сложно, что сложно получить поддержку. А на выходе есть такое ощущение, что есть очень сильная зарядка не только средствами, но и мотивацией, примером, что есть другие проекты, примером, что есть ресурсные центры, что есть помощь. И на этом заряде они ищут способы решить свои проблемы самостоятельно. Отлично, Виталий. Большое спасибо. Ты рассказал про проекты, которые можно считать успешными с точки зрения того, что у них хотя бы будут ресурсы. По крайней мере, если мы воспринимаем это как метрику. Вот вопрос к тебе. И это, наверное, интересно. Какие проекты, на твой взгляд, ни в одном инкубаторе и после инкубатора не будут успешными? Вот у тебя есть какое-то понимание вот этого некого ДНК неуспеха? Что должен сделать проект, чтобы систематически проваливаться и ничего не достигать? Я как координатор все-таки верю, что любой проект можно вывести и вылечить. Я вспоминаю свою учительницу в начале класса, которая говорила, что у нее нет плохих учеников, и она готова работать с каждым и с трудным в том числе. Все-таки гибкость, готовность к переменам это очень важно. Это понятно, что важно. А вот что конкретно плохо? Отсутствие готовности к переменам. Какое такое упорство и продвижение своей мысли, что мы запланировали до подачи заявки какие-то у нас были планы, и мы их будем продвигать дальше, и нам не важно, что у вас какие-то ваши спринты и какие-то ваши идеи. Это не прописано в договоре. Говорим, минуточку, а там у вас есть содержательный отчет, мы вас не приняли содержательный отчет. Нет, мы так не договорились, мы будем делать по-своему. Ну, отказ от кого-то сотрудничества, отказ от диалога, при том, что мы достаточно открыты всегда к этому и с пониманием относимся, и к корректировке заявки, и каким-то таким мотивированным моментом. Такое упорство, такая вот негибкость, это очень сложно. Это один момент. И другой момент, то, что мы выявили, это то, что руководитель проекта должен быть таким человеком автономным, не нуждающимся в помощи, и таким как бы немножко менеджером. То есть, как вот в бизнесе может быть такая параллель, что есть предприниматели, которые как бы создают бизнес, и есть менеджеры, которые как бы профессионалы в этом деле. То есть, не каждый предприниматель менеджер, и не каждый менеджер предприниматель. То есть, тут тоже такой какой-то момент, что мы стараемся развивать такие навыки менеджерские, и не всегда вот люди, которые решили свою проблему таким образом, могут наладить такой вот масштабированный проект. Не всегда получается, мне кажется. — Виталий, большое спасибо. И раз уж мы заговорили об успехе, неуспехе, о социальном эффекте, в слове «импакт», да, вот даем приз всем, кто придумает перевод слову «импакт» лучше, чем «социальный эффект». Вот, я думаю, это вопрос гражданского общества на ближайшие пару лет. Вот, Яна Осипенко, Яна, вас очень крутая, вот я прям большой фанат вашей премии, она давно появилась, я, безусловно, фанат всех проектов здесь, чтобы без… Вот, ну, надо как-то тоже разнообразить мне комплименты, вот, но «импакт» у вас в названии, да, и для того, чтобы, ну, как бы вот этот вот социальный эффект, вот чего-то давать награду за это, нужно уметь измерять. Вот, вы могли бы рассказать в целом, да, как инкубационные программы, во-первых, ставят какие-то плашки, да, вот чего должны достичь проекты, а во-вторых, как они ставят плашку качества и эффекта для самих себя. Вот, соответственно, вот где социальный эффект самих… Где «импакт-ворд»? Вот, ну и, разумеется, расскажите пару слов о себе. Да, спасибо. Меня зовут Яна, я вообще представляю организацию «Импакт-хаб» в Москве. Кто-то про «Импакт-хаб» здесь слышал? Спасибо. Это Международный центр развития социального предпринимательства. Таких вообще хабов в мире уже больше ста штук. Мы сбиваемся со счета. Каждые недели появляется новый хаб в каком-то городе мира. Уже никогда информация не является актуальной. И вот в каждом городе такие центры стараются развить социальные инициативы, социальное предпринимательство, в том числе мы. Мы проводим программы для начинающих социальных предпринимателей. Собираем сообщества экспертов из разных сфер, которые тоже хотят делать что-то полезное, приносить свой вклад, будь то своим проектом или экспертностью. И у нас есть еще площадка на Китай-городе здесь, в Москве, где собираются наши эксперты, проводятся мероприятия, работают сами предприниматели как коворкинги, и проводятся наши программы. Вот программа, с которой здесь выступаю я, это наша такая пилотная. Первая программа, она появилась еще даже до самого места, до площадки. Это Social Impact World, это международная программа, корнем которой как раз является инкубатор, инкубатор начинающих социальных предпринимателей. Мы проводим каждый год конкурс по всей России, собираем лучшие заявки, и они бесплатно попадают в трехмесячную инкубационную программу, цель которой, в общем-то, свою идею реализовать, протестировать идею, сделать первые продажи и посмотреть вообще работает это или не работает. Таким образом, мы принимаем к себе проекты на стадии идеи и на стадии прототипа, ну или если вот только-только проект запустился и еще вот пока вообще не знает. Ну он сделал, окей, первую продажу, но дальше он не знает, что с этим делать, как это выстраивать операции в ней немножко не знает, путается, боится, вот с такими мы тоже работаем. И помогают нам в этом пути, окей, соответственно, три месяца у нас проекты работают, над своими идеями, причем формат такой дистанционный в основном. У нас есть вводная встреча в начале, где мы собираем участников со всех городов, прокачиваем их, где они встречаются со своими личными экспертами, составляют план развития, дальше они разъезжаются по своим городам и работают с экспертами уже удаленно. Таким образом, мы можем охватить не только Москву, но еще и дать возможность людям из других городов поучаствовать. И по окончании трех месяцев у нас есть финал, где проекты презентуют свои результаты и выбираются три победителя. Они получают денежную премию небольшую на развитие своего проекта и едут на международную встречу, международный конгресс, потому что программа эта тоже международная. Сейчас она проходит в более чем 20 странах, и в конце есть такая тусовка сообщества молодых социальных предпринимателей уже со всех этих стран, где они в международный контекст предпринимательства погружаются со своими проектами. И здесь очень много откликалось то, что коллеги говорили сегодня. Вообще, наверное, еще важно сказать, что мы видим своим вкладом в наших молодых предпринимателей, так как мы работаем с физическими лицами, можно сказать, с людьми, с идеями. Мы видим, что, наверное, наша первая задача — это поменять их мышление в какой-то степени немножко. Это как раз научить их думать и мыслить как предприниматели, быстро тестировать свои идеи, думать, что то, что ты думаешь, что такая проблема есть, что она звучит именно так, что такое решение может сработать, что все, что у тебя есть в голове, это только в твоей голове до тех пор, пока ты не пошел, это и не проверил. И не прошел, не проверил очень быстро. И вот этот момент тоже очень важен. Он с Виталием очень прикликается. То, что люди могут целый год писать план, и потом в итоге кажется, что проект или проблема звучит немножко по-другому. И вторая, наверное, второй шифт мышления мы видим, когда люди… Слово «импакт» как раз ставит немножко равно бизнес-модель деньги, потому что мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда люди хотят спасти мир, помочь бабушкам, помочь животным, помочь разным категориям людей, но при этом отторгают мысли о том, что на этом можно зарабатывать, и все это может быть устойчивым. И это одна из самых больших проблем, на самом деле, которые мы видим. Как это я буду зарабатывать деньги, меня не поймут люди. Они думают, что я делаю инклюзивные музыкальные занятия для детей с аутизмом и для других детей. И вот как же я буду брать деньги? Меня обвиняют в том, что я хочу нажиться на бедных людях и так далее. И для нас, наверное, самое важное – это сделать вот это вот изменение в мышлении человека. Не будет денег, не будет помощи. Или она будет неустойчивой. Вот сегодня ты можешь помочь, завтра грант закончился, завтра программа государства сменилась, и ты уже как бы не помогаешь. Для этого мы приглашаем в наставники проектов только самих предпринимателей, только людей из бизнеса. И обучаем их социальным… обучаем их тому, что такое социальное предпринимательство, чем оно отличается от обычного, и они уже работают с проектами. Потому что, например, в наши первые несколько лет мы сами работали с проектами, и это классно. Но когда именно человек из бизнес-среды тоже работает с социальным предпринимателем, здесь быстрее достигается вот этот эффект понимания, что ты должен соответствовать рынку, несмотря на то, что ты хочешь сделать еще социальный вклад. Вот. Ну и дальше, если говорить про социальный эффект, в общем-то, здесь, конечно, важно смотреть. Есть такое понятие, как теория изменений, и мы стараемся наши проекты… Один из обучающих компонентов нашей программы это как раз знакомство с той самой теорией изменений, которая существует. Есть изменения на разном уровне воздействия. Есть короткосрочные изменения, есть долгосрочные изменения. Например, вот если говорить вот мы, я как организатор инкубационной программы, как раз какие изменения, какой импакт даю я для моих благополучателей, то есть для участников этой программы. Ну да, то есть, я прошу прощения, это мы будем измерять, значит, инкубационную программу в проектах, в людях, в людях, получивши помощь у проектов. Вот, да, где, в чем, какая метрика? Какая метрика именно инкубатора, да, ты имеешь в виду? Хорошо. Самое главное, на что мы смотрим, какой показатель, это сначала количество проектов, которые запустились или развились благодаря нашей программе. Например, вот у нас мы делаем Social Impact Awards 2014 года, это уже 4 года, и 74 проекта у нас инкубатор прошли, программа раз в год проходит, из них сейчас 34 существуют. Они либо запустились в нашей программе, то есть от идеи до первой продажи дошли, либо они уже были, у них была уже первая продажа, и они получили развитие в программе. Вот, соответственно, измеряем мы этот показатель в конце программы, когда программа заканчивается каждый год, и дальше мониторим ежегодно, проверяем, кто жив, кто не жив. Вот, сейчас получается 34 проекта. Вот это такой как бы корень, такой первый элемент, первый уровень, который мы измеряем. Но дальше нужно посмотреть вообще, что происходит с этими проектами дальше, какой вклад они несут в мир, потому что проект ради проекта, который развился, это не имеет смысла. И, соответственно, дальше вот мы измеряем, например, такие показатели, как рабочие места, какое количество рабочих мест создали проекты, которые у нас создались, сколько из этих людей из уязвимой группы, и вообще на какое количество благополучателей повлияли наши проекты. Но здесь мы измеряем, я не могу сказать цифр по конкретно social impact world, потому что все выпускники программы сразу становятся выпускниками сообщества хаба, членами расширенного сообщества. И мы измеряем вклад всех членов сообщества, всех выпускников программ. Хаб три года отмечал в ноябре, и вот мы как раз подсчитали, что наши все выпускники создали сейчас, ой, я боюсь сейчас ошибиться, 400 рабочих мест, из которых 70 для людей из уязвимой группы. Мы сами были в таком легком шоке от этого, потому что когда ты постоянно в операционке, работаешь, ты даже не знаешь, какой вклад в итоге приносит проект. Какое время? Это за три года, с 2014 по 2017 год. Это выпускники программ и резиденты, люди, предприниматели, которые работают каждый день у нас, с которых мы знакомим, с экспертами сообщества, вот такие. Но еще мне хочется сказать про одну важную вещь. Когда мы говорим про импакт, вклад в программы, очень важно, мне кажется, мерить, как сами участники измеряют вклад программы в их результат. И это важно. Не знаю, иногда вот такие мысли приходят, что я вообще-то какую часть, какую роль сыграла в этой цифре. Может, они сами по себе такие классные, ну и они просто пришли, прошли программу на самом деле, и без меня, и без этой программы они бы прекрасно развились. И вот, наверное, ответ может быть только от самого этого участника, больше никак, на мой взгляд. И поэтому вот мы еще спрашиваем такой вопрос, как вы сами оцениваете, спрашиваем конкретно, что люди сделали за время программы. Такие, знаете, конкретные вещи, например, там, создал веб-сайт, зарегистрировал юрлицо, начал себе платить зарплату, заплатил зарплату своим коллегам. То есть какие-то вещи, которые реально показывают, что проект начал работать и развиваться. И потом спрашиваем, вот, а какую роль, как вы считаете, сыграла вот инкубатор в этом. Ну и там они уже отвечают. Вот, для нас вот такие показатели вклада важны, когда мы говорим об инкубаторе. Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, вот вы могли бы рассказать какие-то истории успеха, да, вот нам Виталий сейчас рассказал, Мария рассказала, вот, у Алены была целая сессия, чтобы показать прекрасные проекты Филтеха. Вот вы могли бы рассказать о каких-то историях успеха из Social Impact Award и сказать, что вот сделало их, вот, проектами-единорогами, да, как сейчас говорят, вообще, каковы факторы, вот, в вашей модели, да, у вас рабочие места, рабочие из непривилегированных групп, вот, и, соответственно, и в целом охват бенефициарами. На ваш взгляд, да, вот, что, какие факторы приводят как раз к максимальным показателям по вашей модели? Ну, наверное, самое важное, на что мы всегда обращаем внимание, и что в итоге приводит к результату, это понимание проекта, тут вообще руки цены сейчас не будет, понимание проекта той проблемы, с которой он собирается работать, и тех благополучателей, для кого он хочет эту проблему решать. И, как ни странно, это, ну, до сих пор является такой сложностью для проекта. До сих пор мы получаем, например, заявки на входе, да, как бы проблема известна. Например, трудоустройство людей с инвалидностью, это проблема. Но не каждый проект, прежде чем придумать решение, разбирается в этой проблеме, не изучает ее причины, не изучает, что на рынке уже сейчас есть, не общается с людьми. И вот такое вот отношение, подход, он может привести к тому, что решение, которое вы выберете, оно не сработает, возможно. Допустим, вот я хочу решать проблему трудоустройства людей с инвалидностью, и хочу создать веб-сайт фрилансеров, где вот будут люди с инвалидностью в роли фрилансеров. Но, возможно, я не изучу проблему глубоко, и не пойму, что проблема не только в отсутствии рабочих мест, но еще и в мотивации, еще в том, что там люди с инвалидностью, например, не всегда могут быстро что-то сделать. То есть нужен особенный подход, нужно обучение, возможно, нужна система наставничества. Это вот реальные кейсы, которые, допустим, не сработали у нас в программе, и как раз пока человек не пошел, не поговорил с людьми с инвалидностью, не поговорил с теми, кто уже эти проекты делает, он не понял, в чем проблема вообще, не понял, почему, возможно, на его сайте он не сможет сработать. Поэтому это, наверное, такой первый момент. Второй момент, это то, про что я говорила, это как раз-таки бизнес-модель, монетизация. И это тоже связано с изучением целевой аудитории, только уже не благополучателей, а клиентов. Допустим, в прошлом году у нас пришел проект молодой начинающий. Это трудоустройство бабушек с помощью вязания. Бабушки создают красивые дизайнерские вещи, и они продаются через веб-сайт. Пришли к нам ребята, у них работало две бабушки, они там кое-как, значит, продавали. И когда их спросили, кто ваша целевая аудитория покупателей, и почему они хотят покупать ваш продукт, они сказали, ну, это, в общем-то, все вот эти люди, им нравятся там вязаные вещи. Но почему-то не покупают. Вот у нас продукт такой классный, его никто не покупает. Вот, и здесь как бы это такое, наверное, самое очевидное, самая частая боль начинающих предпринимателей, что нужно четко понимать, кто может быть твоей целевой аудиторией, именно покупателей, очень узко, и почему они там могут покупать именно у вас. Вот три месяца они работали со своим куратором, тестировали разные сегменты. Сначала они думали, что это, допустим, молодежь, что молодежи нравятся классные вязаные вещи. Потом это не пошло, в итоге они поняли, что целевая аудитория — это молодые мамы, два-три, у них примерно два ребенка есть, и они покупают именно детские вязанные вещи, потому что вот им нравится надевать детей вот в эти вот вещи. Когда они это поняли, они настроили уже, соответственно, свой проект под эту целевую аудиторию, смогли получать больше заказов и больше бабушек, соответственно, трудоустроили. Вот на Новый год у них уже 30 бабушек работало из города Екатеринбург и близлежащих городов. Но они у них не постоянно работают, на сезон это 30, а на межсезонье меньше, конечно. Вот. Отлично. Если есть еще какие-то, то коротко, потому что я на самом деле хотел бы дать возможность задать вопросы коллегам из зала. Есть еще какой-то секрет единорога? Давайте, наверное, послушаем вопросы. Вдруг потом... Уважаемые коллеги, кто хотел бы задать вопрос, у нас уникальная здесь подборка докладчиков. Вот. Да, пожалуйста. У меня вопрос к Виталию и к Яне. Поскольку ваши программы, они не имеют привязки к какому-то региону, как вы обеспечиваете то, о чем вы говорили, некую единую, не знаю, сущность, когда понимают, что команды работают бок о бок, что есть поддержка и прочее, прочее. Спасибо. Ну, у меня микрофон, поэтому я начну. Смотрите, здесь это, на самом деле, очень сложный формат дистанционный. И мы... Ну, нам тяжело его реализовывать. Но мы каждый год думаем, может быть, нам все-таки сделать в Москве только и не мучиться уже. Но вклад, который мы видим, то, что проект из регионов получает, мы... Это превалирует над нашими страданиями, поэтому мы продолжаем. Каким образом мы стараемся все-таки обеспечить качество, да, проектов, получается, из регионов? Ну, во-первых, у нас есть очень мощная, сильная вводная конференция. Она идет два с половиной дня, где вот самые необходимые знания там по как раз-таки вот этой гибкой методологии, по тестированию, по целевой аудитории даются. Это первое. И там же проект встречается со своим куратором, который будет с ним дальше работать. Они лично знакомятся, проводят аудит. Ну, происходит такое вот как раз личное этот отец взаимодействия. И после него уже легче поддерживать общение онлайн. И дальше каждую неделю у нас они встречаются. У нас очень как бы очень много всего в программе, очень тоже жесткий тайминг. И раз в неделю обязательно проект выходит на связь со своим куратором и обсуждает, что было сделано за неделю и что следует сделать на следующую неделю. И еще есть такой элемент, как встреча сообщества. Это когда онлайн у нас собираются участники уже все вместе, без кураторов, без нас даже, и обсуждают свои проблемы, дела, потому что еще такой важный элемент, который мы выявили, важный элемент успеха — это сообщество. Когда вокруг тебя есть такие же люди, которые бьют стену головой, которые прокладывают себе путь, и у меня проблемы, у тебя проблемы такие же, вот когда они вместе в одном, это им помогает. И это онлайн проходит, да, это не идеальный вариант, но для нас это работает. Вот, поэтому каждый год у нас победители, у нас 50 на 50 где-то всегда бывает, и, в общем-то, все работает. Как-то так. Виталий? Привозим из регионов на воркшоп, на начальный и на заключительный начальный, как будет организована работа в инкубаторе, заключительный, как жить после инкубатора. Вот, это не так сложно, и онлайн-встречи тоже мы проводим, вебинары и такие, чекпоинты. Сложнее найти какой-то баланс, связанный с тем, что проекты все очень разные, разный опыт, это московские, питерские, региональные. И вот найти какую-то такую золотую середину и по программе воркшопа, и по программе вебинаров бывает достаточно сложно, чтобы всем было интересно, чтобы всем было актуально, чтобы всем подходило, чтобы у всех был какой-то интерес к этому. И поэтому стараемся, ищем разные формы на воркшопе, это работа в группах, стараемся подбирать по тематике. В прошлом году был воркшоп завершающий, мы даже так подбирали работу в группах, то есть по три группы, чтобы различные были интересы, или там региональная общность, или тематическая общность, или еще какая-то общность, и чтобы каждый проект пообщался с каждым проектом во время воркшопа, вот в этих малых группах. Алена, пожалуйста. Хороший разговор идет про сообщество и про общность интересов тех, кто попадает в акселерационную программу или инкубационную, потому что мы тоже выявили, что есть определенный нетворкинг, и то, что происходит уже без нас, это очень поддерживает в дальнейшем предпринимателей и людей, которые организовывают некие социальные инициативы или кампании. И мы заметили, вот этот тренд даже сейчас анонсировали акселерационную программу для развития сообществ, потому что сообщество в принципе стоит в центре любой социальной инициативы. Мы говорим о некоммерческой организации или просто о городском сообществе или о сообществе предпринимателей. То есть это такая движущая сила. И мы решили, что в России мало саккумулировано опыта на эту тему. А второе, это довольно интересно, но вот мы хотим проверить нашу гипотезу, что обучаться и развиваться интереснее стартапам, если они попадают, ну, например, они действительно собираются на одну общую большую проблематику, либо, ну, вот в нашем случае мы подумали, что может быть следующая акселерационная программа будет связана с каким-то технологическим стеком общим. Ну, например, там социальные технологические стартапы, которые используют технологии машинного обучения, например. И мы думаем, что вот такое сообщество будет сильнее, чем обычно. И, соответственно, возможно решать отчасти ту проблему дистанционной передачи знаний и обмена опытом. Коллеги, спасибо. Есть ли еще последний, наверное, вопрос, потому что у нас заканчивается время. Если нет, то я позволю себе задать вопрос. В коммерческих инкубаторах сила инкубатора оценивается в том числе связями. то есть возможностью руководителя инкубатора, ментора инкубатора просто взять и просто связать несколько, ну, человек, да, которые вот, ну, вот у Марии, да, свести с художником, который рисует Forbes, да, потому что иначе, наверное, сложно было бы их представить, представить эти взаимоотношения. У Impact Award, у PhilTech, наверное, это в связи в том числе уже с предпринимательским сообществом. Вот. У Impact, у правовского гражданского центра инкубатора прав человека это, не знаю, встречаетесь ли вы с правозащитниками, Елена, с кем вы встречаете. Вот расскажите буквально последнее, просто каждый, кто сколько может, именно про какие-то истории, да, когда вот социальный капитал вашего инкубатора позволил, действительно, дал какое-то качество добавленное, которое не дало бы ни одна тренинговая программа без вот этого социального капитала. У меня есть очень подходящая история, я как раз хотела ее неожиданно, я только что поняла, что она так сработала. У нас в первой программе наших мастерской с резиденцией была девушка из Кыргызстана, коммерческий аниматор, которая нарисовала ужасно успешную серию мультиков про кражу невест в Кыргызстане. Эти мультфильмы вообще просто взорвали Кыргызстан, такие очень трогательные истории девушек, которых похитили, там, либо все кончилось разводом, либо девушка убежала, неважно, в общем, это просто было там сотни тысяч просмотров в Центральной Азии не только, и они так были популярны, что с тех пор, чем девушка перестала рисовать что-либо другое, просто рисуется, типа вообще она главный теперь аниматор вообще всего гражданского общества Центральной Азии, и она была консультантом в проекте папиной дочки, папы и дочки, как выяснилось только что, которая была в вашем инкубаторе. то есть просто тут вообще прямой просто импакт, еще и такое пересечение, очень приятно. Ну у нас вообще часто происходят истории, вот этот вопрос очень связан с предыдущим про сообщество, у нас в принципе очень часто происходят истории, хотя да, вот побеждают в акселераторе там два, сейчас три проекта и дальше получают менторов, но в результате вот тот самый импакт получают фактически все участники, потому что у нас что в пилотном сезоне, что во втором сезоне, прямо на этапе еще обучающего курса команды во-первых друг друга нашли, кто-то прям первые какие-то свои шаги в проект сделал прямо на своей, то есть они нашли вот тут клиентов, вот здесь вот за соседним столом, вот здесь они нашли значит партнеров для того, чтобы подавать вместе на проект, а потом еще рассказали это жюри и выяснилось, что вот значит жюри вот прямо сейчас готов рекомендовать этот проект инвестору, который значит занимается ровно этим. Вот такие истории и конечно у нас вообще много таких вот отзывов, когда наши участники получают от нас какие-то прямые возможности прямых контактов со средствами массовой информации, с экспертами в разных таких специфических вопросах, которые по ходу возникают, это даже не всегда вот зашито в идее проекта, там не знаю, проект, который связан с таким расширением сообщества мам, как раз детей с особенностями развития, у которого там есть свои цели, но который побочно выясняется, что может сейчас запускать онлайн разные продажи и акционы благодаря тому, что они получили там консультации и поддержки, да, или там проект, который не выиграл и был, не был финалистом нашего акселератора, но в процессе нашей работы выяснилось, что один из затыков это общение с региональными средствами массовой информации, просто познакомились с главными редакторами СМИ и у них запустился процесс и даже они с Первым каналом там еще снимают уже серию в развитии своего вообще проекта, как он запускается, без нас, не финалисты, поэтому это, конечно, бывает. Отлично. Сложно сходу придумать, вспомнить такой пример, потому что есть примеры, связанные с моими личными сетями контактов. Мне кажется, очень важный опыт это сотрудничество с Теплицей, то, что мы с вами делаем, это ваши мастерски, которые позволяют свести активистов с художниками и то, что наши участники... Как я напросился. То, что наши участники к вам приезжали и я тоже в этом участвовал, все-таки формирование такой-то такой сети контактов вот такого рода, когда сотрудничают ресурсные центры между собой, когда формируются такие сети на нескольких уровнях и на уровнях между ресурсными центрами и на уровнях активистов и на уровнях профессионалов, юристов, художников, айтишников. Вот такая большая сеть, которая постепенно формируется вот на таких меркотях, как сегодня, мне кажется, это очень важно и это будет развиваться в дальнейшем, мне так кажется. Вообще, я согласна, что вот этот вот показатель или тот, сколько полезных контактов сможет проект за время инкубационной программы получить, это тоже один из важных измерителей эффективности вообще в целом программы. И мы, например, для этого даже делаем специальные нетворкинг-вечера, когда вот проекты наши, все финалисты приезжают на начало программы на вводную конференцию, каждый год мы собираем членов нашего сообщества, чтобы они могли познакомиться с этими проектами и там проекты прям даем вам такой настрой. Идите, общайтесь с как можно большим количеством людей, потому что здесь вы очень много людей полезных, классных для себя сможете за вечер найти. И вот на одном из таких вечеров как раз я просто думала, какой мне сейчас пример выбрать и решила продолжить свой пример про бабушек и интернет. На одном из таких вечеров основательница вот этого интернет-магазина, где продаются вязанные вещи, которые вяжутся руками бабушек-мастериц, эти основательницы, они познакомились с победительницей нашей программы прошлого года, Любовью Ермолаевой, которая делает интернет-магазин by social. Они продают товары социальных предпринимателей. и Любовь как раз искала подрядчиков на то, чтобы она запаковывала корпоративные подарки для компаний и искала, какие классные подарки еще можно предложить. И вот они познакомились, и девочки предложили, что они свяжут там 100 шарфов за несколько недель, и эти шарфы потом разъедутся в корпорации. И вот это произошло. Так они получили свой… Связали 100 шарфов. Как раз привлекли много бабушек для этого. И получили такую свою историю успеха. Про них написали СМИ. Это город Екатеринбург. Про них написали местные СМИ, сняли репортаж. Благодаря этому заказу они дальше получают сейчас еще свои новые заказы и выходят на B2B рынок. До этого только B2C работали. Но вот для нас это вот такое как бы… И что классно здесь, почему я еще выбрала пример, потому что мы не сами познакомили, ручками свели, что мы тоже делаем, а люди сами познакомились на нашей площадке. И вот эти вот невидимые контакты, когда ты через год только узнаешь, что это произошло, ты просто радуешься. Спасибо.